Так, так, так. Здорово, ребзи. Угадайте, кто это? Это чисто. Ребзи ли на месте? Как дела? Как делишки, попкят? Рад вас снова видеть. Что-то ты стал часто здесь появляться. Да, кстати, привыкайте, привыкайте. Вообще, по идее, у нас получается, что у меня теперь ежедневные стримы уже. Потому что завтра будет стрим, послезавтра тоже будет, в среду тоже будет. Блин, у нас уже ежедневные стримы начались, чат. Это надо отметить, попкят. Попкят. Ггг убивают трейд-лигу клип. Че? Звучит страшно, шо там? Че это? Ты понимаешь, что ты убиваешь трейд-лигу? Правильно. Ггдд убивает трейд-лигу, потому что у меня нет причин, чтобы играть трейд-лигу. Некоторые вещи платят очень сильно. Серьезно? А... Обоснование будет? Ггдд начали убивать трейд-лигу, когда они уничтожили чейс-айдем. Многие игроки ветеран не любят играть трейд-лигу, поэтому я вижу так много стримов, которые играют СССР. Потому что, когда ты играешь так много, там много меньше интересных вещей, которые могут происходить, чем раньше. Что ггг реально убивают трейд-лигу потихоньку, но чейс-айдемов в игре дохренища. Их становится с каждой лигой все больше. Не знаю, при чем здесь это, если честно. Что за чейс? Но имеется в виду шмотки, за которыми ты гонишься. Типа какие-то недостижимые классные шмотки, которые ты хочешь получить. И говорить, что ггг убирают чейс-айдемы, когда 99,9% игроков мира шмотку даже ни разу в жизни не одевали. Ну такое. Чё это? Чё это? Чё это? Что это на моем экране? Алло? Здесь, короче, лабранер со скоростью бега в 500, блин, миллисекунд. 500 километров в миллисекунду. Это человек. Чат, это стандарт, да? Именно так выглядит стандарт. Это факин рай. Прогрессия Мэйвен не привязана к прогрессии Сируса и Камней Хранителей. После первой встречи с Мэйвен вы можете призвать ее наблюдать за вашим убийством боссов, используя ее маяк в машине картоходца. Ее присутствие усложняет схватку с боссом. Мы, кстати, не знаем, насколько сильно усложняет. То есть, это будет прям реально какой-то эпик файт с близкими ваншотами, и он просто чуть-чуть посложнее делает. Знаете, типа, как примерно в Эрид Лейке на карте там есть роа, если ломаешь три яйца, он становится сильнее. Возможно, будет вот что-то на таком уровне, но мы пока не знаем. Время от времени вы будете получать приглашение на арену Мэйвен для сражения со все возрастающим количеством боссов. Три, четыре, пять, шесть и десять. Сражение с десятью боссами можно повторять ради опыта и трофеев. После боя с десятью боссами у вас может появиться возможность сразиться с самой Мэйвен. А-а-а, там типа рандомный шанс, что она прокнет. Прогрессия привязана к регионам, и каждый успешный бой на арене Мэйвен приносит в награду два очка пассивных умений, которые можно вложить в Дерево Атласа в данном регионе. Мы ее респим, пока непонятно каким образом первый раз. Наверное, она скорее всего просто рандомно прокает. На одной из карт, когда ты убиваешь, примерно как Зана появляется. Мы ее респим первый раз. После этого нужно будет ее зареспить в каждом регионе и прогнать всю вот эту тему три, четыре, пять, шесть и десять. Причем я изначально думал, что можно будет повторять любое количество боев, но еще вчера на подкасте Стронгдота сказал, что только десятку можно повторять. То есть в каждом регионе вот это вот с трех по шести мы делаем один раз, получаем пассивки, после этого мы в каждом регионе можем прогонять только бои по десять. Сюжетная линия Мэйвен существует параллельно сюжетной линии завоевателей. С точки зрения истории Мэйвен, мистическая сущность и продолжает в большей мере историю Древнего, которая отстоит от Сируса и убийц Древнего. Короче, по лору они вообще никак не связаны, насколько я понял, они типа параллельно идут. Просто грех не вальнуть Китаву на этой арене, реально. Даже пофиг, что это сильный риск, надо будет обязательно это сделать, чат. Запишите это в блокнотик, вальнуть Китаву, а лучше обоих, как можно раньше у Мэйвен на арене. В испытаниях Мэйвен уровень монстров фиксирован, поэтому уровень карты прямо не влияет на уровень босса карты, когда вы сражаетесь с ним вновь. Тем не менее, более сложные испытания Мэйвен требуют, чтобы вы захватывали боссов на картах более высокого уровня. Ааа, стоп, там еще и нужно конкретных боссов выбирать? Блин, сразу прикрывается этот абуз, когда ты просто берешь самых безобидных боссиков и их активируешь. То есть, чтобы выполнить все ее испыташки, нужно будет валить самых жестких боссов. Понятно, короче, здесь вопрос в стиле, как боссы с упоротыми механиками будут работать на открытой арене. И что они говорят? Умения боссов, обычно связанные с их аренами, в общем случае были изменены так, чтобы вписываться в контекст испытаний Мэйвен, вместо того, чтобы полностью их удалять. Как именно это было сделано, зависит от каждого конкретного случая. Ооо, чат, вангую, выходит лига, на хк все начинают дохнуть, потому что они думали, что они поменяли абилку боссу, а на самом деле не поменяли, и шары, шары авариуса, например, летят на всю арену и шотают инвизом. И все в таком духе. Ну, короче, двух боссов не будет засчитывать. А что произойдет в случае смерти в испытании Мэйвен? Хе, капа. Чат, это вопрос для вас. Что произойдет в случае смерти в испытании Мэйвен? Можете ответить за ГГГ. Можно ли вернуться на арену? Доступ туда открывается через машину картоходца и порталов, как обычно, 6 штук. Вы можете войти повторно, если осталось достаточно порталов. Ну, по крайней мере, на стандарте точно сможешь войти. Я не хочу никого расстраивать, но 3.13 это дополнение для задротов. У ГГГ обычно это по дополнениям делится. Бывает лига для новичков, бывает лига для казуалов или там для аркадеров. Эта лига, она просто про эндгейм. Но, есть одно но. Они стараются сделать так контент, что сложный и непонятный для новичка, он не обязательный. Поэтому, если вы новичок и ничего не понимаете, старайтесь не перегружаться контентом и просто делайте хоть что-то. Фармите там какую-то отдельную механику, там, скажем, просто бегайте по мапкам или там спуски или еще где-то. И постепенно, по чуть-чуть разбирайтесь. Не пытайтесь понять все сразу, потому что у вас мозг вскипит. Это мой совет. Так, чат, у нас тут еще осталось чтиво, но через 2 минуты начинается гоночка, поэтому сейчас мы переключаемся туда. Они начинают разгоняться. Так, на чем они бегут? Кавок бежит на ведьме, все на ведьмах. Пак бежит, кстати, на трикстере. Интересно. Я так понимаю, это будет экшен-шторм-бласт мины, видимо, до самого конца. Самый интересный момент здесь, до какой локации они добегут и какую начнут фармить. Потому что суть забега на час, на максимальный опыт, в том, чтобы прорваться на как можно более высокоуровневую локацию и оставшееся время фармить ее. Поэтому они будут где-то до 45-й минуты и, может быть, до 50-й нестись вперед как можно дальше, а потом останавливаются в локации и начинают ее нагриндивать. Скорее всего, скорее всего, я предполагаю, что это будут доки во втором акте, по классике. Но с тех пор, как это было метой, много чего изменилось, и, возможно, сейчас уже другие схемы и другие стратегии, и, значит, мы ее сейчас узнаем. То, что вы видите на экранах, это самые быстрые прохождения, так что мотайте на ус. Тайтай киллер собирает яйца. Кавок собирает яйца. Квантрик убивает Хейлрейка. Берет сундук. Эксайл тоже собирает яйца. Кстати, Квантрик на дуэлисте бежит. Ни хрена себе, это Милик. Это у нас Трусморк Милик. Мета-кастеров на спидрайне ему пофиг, он берет Милика и несется на нем. Хотя, Лэнсин Стилл, конечно, с натяжкой можно назвать Милиобилкой, но все же это, по крайней мере, это не заклинание. У нас дуэлист на первом месте, Холли Щит. Интересно, будет ли это сохраняться в будущем, этот отрыв. 7 минут уже. За 7 минут некоторые люди еще даже не успевают персонажа создать, а эти люди уже приближаются ко второму акту. Ну ладно, еще не приближаются, конечно, но Брутус уже близок. И Лэнсин Стилл, конечно, на низких уровнях это имба. Это реальная имба. Квантрику фласка с пола упала. А, вот в чем суть. У него 2 банки на бег, да. Чат, вот обратите внимание, насколько такая мелочь, как выпадение второй Квиксилдер банки, может ускорить игрока настолько, что он отрывается от всех просто на полторы минуты с самого начала. Это происходит только тогда, когда у тебя страты настолько заменмаксиные, что ты, получая чуть-чуть удачи, ты сразу ускоряешься просто неимоверно. Главное, чтобы Тай-Тай киллеру Табула не упала. А то будет как в прошлый раз на экзайл-коне. По-моему, во втором акте упала Табула. И что после этого произошло? Он проиграл. Ему выпала Табула, весь зал там просто орал с его удачи, и он пришел последним после этого. Это очень необычная ситуация. До сих пор не могут запомнить, точнее забыть. Так, Тай-Тай киллеру выпала вторая Квиксилдер баночка, он ускорился. Ну все, это ГГ. Это ГГ, походу, его не остановить. Суть этой гонки в том, что очень важно пробежать как можно дальше. Потому что если ты попадаешь в локацию, в которой мобы ощутимее, выше тебя по уровню, ты будешь быстрее качаться. А значит, ты сможешь нагриндить больше опыта и с большим шансом выиграешь. Там, конечно, еще присутствует рандом. Какое количество магических мобов тебе будет прокать, потому что на них кач идет быстрее. Но в целом, вот это вот самое главное. Не залупнуться, не споткнуться, бежать четенько, быстренько, как в аптеке. И это у нас очень часто показывают данные участники. Не зря они сейчас на ваших экранах. Они знают, что делать. Они оттачивали свое мастерство неоднократно. Они знают каждый угол, каждую бочку, каждый гниющий труп в этих актах. Они для них просто... Вот знаете, вам снятся, например, вам может присниться, скажем, ваша старая детская колыбельная, да? Или ваша какая-нибудь игрушка, в которую вы играли в детстве. Этим людям снятся акты, потому что акты для них это дом. Сейчас они это покажут. Главное, чтобы никто не умер. В реале тоже. Так, Эксайл убивает Брутуса. Кстати, в принципе, норм урон могло бы быть лучше, но он очень быстро до него добрался. И Брутус падает. Брутус падает. Тай-тай киллер валит Брутуса следующим. Половина хп. У Тай-тая, кстати, я не знаю, как этот человек это делает, но у него всегда очень хороший урон на спидранах. У него урон лучше, чем у Эксайла. И мы видим Квантрик. А Квантрик, кстати, очень жестко сбривает Брутуса. У него урон, наверное, сингл-таргет у него раза в два выше, чем у этих всех остальных игроков. Пакич. Нихрена себе, Пакич убивает Мервелку уже. Пак ХК. Это у нас получается новый финалист. Я только что говорил, что эти люди несутся быстро, но посмотрите на этого человека слева сверху. Он увольнул Мервелку на 14-й минуте. Все, он во втором акте. Вот это уже по-настоящему второй акт. Пак сейчас лидирует. И Эксайл почти добивает Мервелку. Все, она готова. И Тай-Тай буквально с отставанием где-то... А, хотя, кстати, нет, смотрите, отставание увеличилось. У Тай-Тая только вторая стадия врубается. А Эксайл уже рвет когти по второму акту. Но Пак... Пак безостановочен. Если вы позволите мне так выразиться. Пак бежит прямиком к зверю. Кстати, самое интересное, у него один Квик Силвер. То есть, этому человеку посмотрите на вот этих всех остальных людей. У Квантрека два Квик Силвера, у Тай-Тай Киллера два, у Пака один. Ему сейчас приходится тратить время на то, чтобы получать второй Квик Силвер, убивая зверя. А эти люди не будут его убивать, побегут сразу дальше. Возможно, это даст им преимущество. Видим. С другой стороны, они могут решить забрать Квик Силвер все равно ради рецепта на ботинке, если им еще не упали. Пак убивает босса, забирает квест-предмет. И куда он побежит дальше? К Пауку? Скорее всего, к Пауку. Тай-Тай Киллер немножечко притормаживает. Интересно. Я думал, он будет обгонять Эксайла, но... Возможно, ветеранская кровь дает о себе знать. Тай-Тая мы знаем давно, а это как бы молодые, скажем так, новички. Свежая кровь. Возможно, это позволяет им опережать старичков. Хотя, если посмотреть на всех этих людей, они выглядят так, как будто они живут вместе с мамой, судя по возрасту. Но в киберспортивных дисциплинах иногда можно уйти на пенсию в очень раннем возрасте. Так что пусть это вас не будет обманывать. Хотелось бы еще посмотреть на Квантрика, но у него отрубилась вебка. Пакич старается... Он думает, нажимать на сундук или нет. Он это сделал. Вот это называется яйца. Он стоял возле неидентифицированного сундука и думал, рискнуть или нет. В чем риск? Если он ловит там фриз, возможно, ему придется залогаутиться, чтобы не умереть, и тогда он теряет очень много времени. И он решил попробовать. Он не стал уськаться. Потому что он понимает, что тот, кто не рискует, не занимает первое место. Что мы видим? Пак приближается к пауку. Что не так с этим человеком? Он хакнул консоль ГГГ или что? Откуда у него столько урона? Откуда? Он практически шотнул паука в первой фазе. Я не знаю, что с этим человеком не так, но он выдает какой-то нереальный урон просто. Эксайл пристакает мины. Спускается паук, но даже он не может выдать такой же дамаг. И паук уходит во вторую стадию на 40%. А пак почесал нос, забирает награды и уже думает, что он будет делать с 50 баксами. Куда он их потратит? Может быть сходит в крошку картошку или в пятерочку? Это еще неизвестно, куда он их потратит. Но известно одно. Все шансы на то, чтобы это получить, у него есть. Этот приз уже маячит перед его глазами. Возможно, у него над монитором наклеена картинка 50 долларов, и он смотрит на нее каждый раз, когда грузится локация, чтобы получить большую мотивацию. Возможно, именно это позволяет ему наносить такой дикий урон. Я не знаю. Это мои предположения, но выглядит именно так. Тай-тай киллер, кстати, приближается к паучку. Ну как приближается? Он пытается найти проход. Пак выходит на Оака. Сейчас будет битва с Убер-Оаком. Босс, которого многие новички не могут убить, они идут ко мне на стрим и спрашивают чистер, как ему наносить урон. Он регенится очень быстро, а Пак просто сдувает его, просто одним плевком вот так вот. Фу! И нету его, и бежит дальше. А все дело в чем? Это называется моментум-чат. Моментум-это когда ты дамажишь еще до того, как босс успевает напомниться. Запомните, именно так это работает в Пое. Моментум. Это одна из самых важных вещей. Тебя не могут убить, если ты убил первым. Эта схема хорошо работает на софте, на ХК она не так хорошо работает, по крайней мере, я бы сказал, она работает какое-то время. Вплоть до стандарта. Смотрите на Тай-Тай киллера. Внимание, на правую верхнюю часть монитора. И... Оака нет, он мертв. Это было охренительно, но это было в два раза медленнее, чем у Пака. Мне уже интересно разгадать секрет его билда, почему он наносит такой дикий урон. Возможно, дело в тени. Скорее всего, дело в тени. Потому что тень получает бонусный урон к минам и к ловушкам. А здесь билд идет как раз-таки через мины. Соответственно, возможно, это позволяет ему так ускориться. Возможно, после этой гонки мы увидим Shift меты в сторону Shadow по сравнению с Вичками, кто знает. Как эта хрень называется? Туда смотреть. Что у нас здесь происходит? Пак приближается к валу. Тай-тай довольно сильно отстает, но старается как может. Валит бестов, не оставляет никому ни шанса. Exile тоже приближается к валу. Кто у нас первым выйдет на валу? Это самый интересный момент. И, как я говорил чуть ранее, скорее всего, эти люди будут пробегать полностью третий акт, потому что, если они закрывают второй с таймером в 29 около того минут, значит, третий акт у них минут 20 должен занять. И тогда они смогут как раз-таки в четвертом акте остановиться на озере и его уже гриндить. Слушайте, походу они будут бежать до озера. Или вы думаете, они пробегут дальше, чат? Так, мы видим, что Паку выпал какой-то уникс вала. Он его снес, я моргнул, открываю глаза, а его уже нет. Где вал? Там какой-то очередняра отлетел только что от Брутуса. Это, видимо, будущий еще растущий спидранер. Возможно, мы увидим его первое место лет так через 5. А пока что не повезло. Посочувствуем и будем следить дальше за мастерами. Пак пристакает мины перед Верой. И... Кстати, Вера удержалась. Интересно. Ему уже начинает не хватать урона. Пак в городе. Пак в городе. Пак забирает ключи и собирается спускаться в зловонные канализации. MG Play Van. Я, кстати, постил в ВК-группу Screen, где я написал снова MG Play. Типа, чувак, ну что, придешь на стрим или нет? Он сказал, А я не настолько опытный и зови Деда Кокосика. Он реально это сказал, чат. Че, бета-версия MG Play, я зовем Деда Кокосика или что? Я даже не знаю, что на это ответить. Так, Пак несется сквозь канализацию. Возможно, его подгоняет этот зловонный запах. Я не знаю. Возможно, этот зловонный запах идет не из канализации, а из более низших рангов ладера. Из людей, которые только что встретились с Брутусом. Тай-тай киллер тусует баночки. И мне кажется, Тай-тай даже не знает, что он участвует в гонке. Он просто качается, пробегая тактики по фану. И, может быть, случайно, казуально займет третье место. Кто-нибудь скажите ему, что он в эфире. У него уже просто спидран в крови. Но, тем временем, мы видим противостояние Пака и Экзайла. Пусть вот это играет. Ладно, я не готовился особо. У меня нету специального музона для спидранов. Спидранов, да и откуда мне знать, какой музон использует спидранер. Я что, спидранер вам, что ли? Пак курсирует по докам. И хочу обратить ваше внимание на интересный момент. Когда-то, я в то время уже играл в поле. Час пробега по актам считалось круто. К концу часа добежать до третьего акта и фармить вот эту локацию перед городом Сарны. Или как-то так оно называется, да? То есть, люди добегали до туда и просто ее гриндели. Как-то я даже первое место в такой гонке занял. А на ютубе осталась запись какая-то старая. А сейчас посмотрите, что происходит. 37-я минута, они уже в два раза дальше пробежали. И не собираются останавливаться. Это называется Power Creep. Это называется подъем скилла. Упоя коммунити. Тем временем, Пак, кстати, переходит в библиотеку. Он хочет закупиться какими-то камушками. Слушайте, а вдруг страта Тайтайкиллера поможет ему? И он просто гриндят доки, опередит всех, кто знает. Потому что я сейчас смотрю по ладеру, и он стремительно поднимается. Он уже на третьем месте. Буквально минуту назад он был на шестом месте. Но в любом случае, финалистам нужно уже начинать думать о том, чтобы притормаживать где-то. Смотрите, Пак вернулся в доки. Нифига! Они собираются гриндить доки! Вот это поворот! А я думал, они побегут до пляжа. Ой, в смысле, сори. До пляжа это я бегаю, извините, оговорился. Я думал, они побегут до озера. 20 минут гринда доков? Возможно, возможно. Но у нас, например, есть люди, которые... Чипидет умер! Его вынесли ловушками! О-о-о-о! Неприятно. Неприятно. Его просто зерганули. Это все проксимити щиты, чат. Они постоянно байтят влезать во всякое дерьмо и ловить слишком много хитов. Он на первом, чат, все. Тай-Тай, причем с огромным отрывом, почти на уровень опережает Хелдорна. Походу, его страта работает. Он просто не парился, он даже не брал никакие камни. Он просто пошел гриндить доки сразу. Ну все. Теперь начинается... Теперь начинается война опыта в час. Первое место 50 долларов, второе место 30 долларов, третье место 20 долларов. Ни хрена себе. Я считаю, это серьезное соревнование. Но на самом деле главное не деньги. Главное участие. Главное результат. Поэтому я думаю, это именно то, что движет нашими участниками сильнее всего. Почему так мало? Ну, если ты считаешь, что мало, можешь на следующий ивент задонатить и будет больше. Аэмэксайл, кстати, смотрите-ка. Страта Аэмэксайла дает свои плоды. Он вырвался на первое место. Гриндя. Озеро. Он обогнал Тай-Тая. У него 36 миллионов опыта в час. У Тай-Тая на данный момент 28. То есть все-таки пробежать вперед походу имело смысл, да? Ну, озеро не контрится. Может пройти куча лик, может измениться куча мед, но одно не меняется никогда. Озеро не контрится. Решающий пуш. Решающий пуш. Сейчас самое главное финалистам не зафейлиться. Не обосраться где-нибудь, не умереть, не остановиться фармить. Нужно просто гриндить до последней секунды. И уже после этого они узнают, кто из них на первом месте. Могу сказать, что если, например, хавок выглядит очень сконцентрированным и целеустремленным, то Тай-Тай киллер выглядит, как будто он проснулся за 10 минут до начала гонки и еще не успел умыться, и ему совершенно пофиг. Но тем не менее, он в топ-3 как минимум уже попадает. Вопрос в том, на какое место конкретно. Просто он уже привык. Три, два, один, все. Все. Дум-ту-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Экзайл победил. Экзайл на первом месте с отрывом в целый уровень. Тай-Тай 36 уровень, второе место. Хавок 3 место. А можно ли переносить возвышенное свойство сферой пробудителя? Да. Ни хрена себе! То есть сначала ты ловишь на одной шмотке это мега-свойство через мейвен арбу, выпиливая второе, у тебя остается одно. Потом ты ловишь на второй шмотке мега-свойство, а потом ты их соединяешь, и у тебя два мега-свойства на шмотке гарантированно. Пипец. Это, кстати, скорее всего, вейкин орбы, и их прайс тоже бустанет. В этот раз мы смотрим по местоположению в актах. Нас уже не так сильно интересует опыт в час и уровень претендентов. Самое главное, где они находятся по уровню. Извиняюсь, по локации, где они находятся в актах. И пока что все очень близко, очень в притирочку. Все сейчас собирают яйца, бегают вокруг роа, доджат чаржи. Я, кстати, каждый раз, когда захожу в эту локацию, меня флешбеки накатывают моего одного из первых рипов вообще в пое на хк. Это еще было в 2016, по-моему, когда в меня влетела пачка роа. Там еще раньше было такое свойство на маг-мобах, оно называлось культ стихий. Оно просто накидывало тупо очень много урона элиткам. Ну и, собственно, они меня шотнули, да. И хавок выходит, получается, на пробежечку до Мервелки, в которой все остальные участники уже плотненько участвуют. И здесь у нас появляется неожиданный поворот. Человек под ником Балар5 уже убивает Мервелку. Причем он делает это на костик эру. Как вам такое, чат? Немета. Неизвестный игрок. И сейчас он опережает всех динозавров, всех акул. Эксайл. Из этих трех участников он быстрее всего валит боссов, но пока что он немножечко позади. Пак умер! Нет! ФМ пака, он старался... Что это за SSD-шник? Кто-нибудь узнаете, какой SSD-шник использует этот человек? Я его хочу. Я имею в виду SSD-шник. Как ни странно, как ни смешно, как ни поразительно, Балар все еще на первом месте, чат, на своем костик эру. Вот так вот как бы происходит. Желание человека преодолевает мету. О! Он умер. Нет. Все-таки мета победила чат в очередной раз. Эфа и Балара. И тай тай киллер у нас, собственно, тоже рыскает. Рыскает буквально по пирамиде вал в поисках босса, который зажался где-то в углу. Он знает, что его ждет. Он знает, кто сейчас за ним придет. И что у него нет шансов. Квантрик эфнулся. Как так получилось? Он не успел добежать до алтаря и словил шот от алтаря. Отстой. У него 4 банки. Посмотрите на этот чат. МГ плей стайл в деле. Причем банка на хп у него 3 уровня из первого акта. Ему даже не нужно регенить хп. Потому что зачем регенить хп, если ты его не тратишь? На правой верхней части экрана. А тем временем тай тай валит веру. Нет! Экзайл умер. А, нет, он не умер. Он просрал портал. О, нет. О, нет. Это очень плохо. Он только что потерял где-то 3 минуты. Он все еще на первом месте, чат. Офигеть. Это чтобы сэкономить полсекунды. Вот у босса 30%. Он уже у входа. Все, он вышел. Все, чат. Экзайл на финишной прямой. Когда он кремейшн успел установить, я даже не обратил внимания. Я просто... Я не знаю. Он прорывает ткань мироздания и временного континиума или что? Когда он совершает все эти действия? Возможно, он купил его чуть раньше и сейчас смог поставить наконец-то. А какой он уровень? Последнее сердце падает. Подскок. Он от него увернулся. Поздравление. Я же сказал, чат. Это будет меньше часа. 58 минут 57 секунд. Поздравляем. Экзайл выиграл. Кто будет третьим? Тай-тай буквально на 2 секунды. Может быть, на секунду опережает Хавака. Тай-тай уже валит на третье сердце. Бам. Ооо. Это было очень близко. Но Тай-тай занимает третье место. Хавак занимает четвертое утешительное почетное. Ему не хватило буквально секунд 20 просто. Как вам такое, чат? 59 минут до молочая. Просто без твинка шмота. Жестко, жестко. Кто получает награды в ритуале при игре в группе? Награды выбирает владелец области. Что-то это какой-то соло контент, конечно. То есть, они могут открыть это окно и просто смотреть, как ты забираешь лут. Но сами ничего получить не могут. Но, по крайней мере, они могут проверить, чтобы ты их не заскамил, например. Правильно? Или сказать, там, покупай вот это. У кого-то еще есть вопросы на тему того, что у ГГГ не против, что игроки выходят из игры? Когда они просто в ответе пишут, типа, как мне спастись от риповой механики? В любой момент закрыть клиент игры, капа. То есть, они дизайнят с учетом вот этого. И вся поеха дизайнится с учетом того, что ты можешь в любой момент ливнуть. Поэтому здесь так много ваншотов. Там на трейлере проскакивали... Не знаю, здесь показано или нет. Проскакивали шмотки закрытые. Это получается, чтобы их открыть, нужно несколько ритуалов закрыть. Понятно. Учитывая, что нас ждет масштабная переработка восхождений, что насчет дворянки? Дворянка была учтена в переработке, и мы думаем, что с ней все хорошо. Блин. Они опять! Они каждый раз говорят, что с дворянкой все нормально. С ней ненормально. Ее нужно реворкать, ггг. Не, ну конечно, очень много дворянок было в этой лиге за счет аура стакера, но это, блин, ничего не меняет. Я надеюсь, это значит, что они ее переделали, а не то, что они считают, что ей и так сойдет. Природа настолько очистилась, что в чат вернулся Даров. Да ладно. Оооо! Даров! Омагат! Мем наяву! Даров, покажись! Это реально ты, или это просто какой-то чел переименовался под тебя? Нифига себе! Дарово! Даров здесь, чат! Легенды на месте! Шамон Кинги! Спокойно, спокойно, Балар! Спокойно! Он паникует, он паникует! Он умер. Запаниковал парень. Пригорел, проиграл. Эфа им получается. По-моему, он немножечко уже запарился. Его немножечко трясет. Или может быть это от энергетика? Что-то такое. Или может быть он слушает транс вместе с нами? Нет, Хавок! Хавок умер, чат! Балар! Не-е-е-ет! Лол! Они уже закрыли лигу. А два дня раньше? Может быть, 3.13 тоже на два дня раньше стартанет? Диазиаты в этой гонке. В Пое, кстати, интересная ситуация. Все. Все. Он победил. Три гонки подряд! Три гонки победил, чувак! Просто первую, вторую, третью! Бам-бам-бам! О, реально лигу вернули! Закончили! Отменили! Возвратили! Теки, все! Теки на втором месте! Что он делает? Мы сделали! Мы сделали! Ей! Окей. Это был, это был очень, очень на ленивочах спидран. Все, получается, гонка завершилась. А, он делал попкят! Он делал... Изредка портал в священную рощу приведет к сражению с Ашаби. Баланс ее наград был изменен с учетом этого. Так, сундук кражи все еще доступен? Да. Кто эти вопросы задает? Останется ли Сирус в игре? Место Сируса в поз... Это, может быть, Курсидон спросил? Место Сируса в позднем этапе игры пока не изменилось. Высокоуровневый контент отголосков Атласа движется параллельно контенту завоевателей Атласа, а не заменяет его. Этот контент может исчезнуть из Pass of Exile в будущем. Да ладно. Какой? Сирус? Или отголоски? Ну, короче, что-то может исчезнуть когда-то. А добавите ли вы торговый веб-сайт в саму игру? Так, интересно. Это не противоречит нашему подходу к торговле, и мы хотели бы рано или поздно его включить. Но с технической стороны это займет какой-то... Ничего себе, чат! Да ладно. Торговый сайт в игре. Можно сделать, и когда-нибудь мы сделаем. Правда, они такое уже говорили. Появятся ли секции сундука для кражи, жатвы и ритуала? На данный момент новые секции сундука не вводятся. Завтра у нас понедельник, завтра у нас жаркий день будет, потому что завтра конец лиги, завтра заканчивается хейст официально в полночь, и завтра у нас будет первый обучающий, ну, скажем так, обучающий, полезный, я бы его назвал полезный контент. Вот, завтра я буду разжевывать механики поя, эти вот все, то есть видите, вот это вот то, что нам показали, пассивки, да? Здесь разные лиги, я вот как раз объясню, для чего нужны эти разные лиги, как их использовать. Ну так, по-простому, чтобы всем было понятно, как их можно использовать, обузить и все в таком духе, так что приходите завтра. И не только, не только это, а сегодня все, прикольно, мы сегодня посидели, поболтали, посмотрели, как играют другие, получается. Спасибо за просмотр, получается, ловите ссылки. Хайлайт тоже должен быть с сегодняшнего стрима, так что подписывайтесь на Ютаб, и если вам нравятся мемы, подписывайтесь на ВК, а если вам нравится поя, подписывайтесь на стрюм, я пошел, до завтра, ББ. Субтитры сделал DimaTorzok